Доброго времени суток, дорогие друзья! Доброго времени суток! 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 Каждый раз, когда вы куда-то торопитесь, вы снимаете одно, второе. Вот, ее нужно утюжить. Девочки, сегодня это произошло со мной. Я долго искала этот топ. Вот, вот видишь. Но я забыла, на какой из вешалок он висит. А у меня там пиджаки. Все, я пока вот эти свитера, все повода нашла. Нашла, но это еще не все. Теперь смотрите. Еще не все. У нас же есть еще так называемые всякие платочки. Я, у меня, к сожалению, ну, не к сожалению, вернее, у меня, вот, все, наверное, есть душевая шторка, так называемая. У меня остались кольца душевой шторы. И, потому что почему-то, я не помню, как-то у меня штора была одна куплена, а душевая палка шла с кольцами тоже. И мне как бы были, вот мы одеваем сюда вот эти душевые кольца на нашу вешалку. Допустим, одеваем, ну, сколько там, я не знаю, ну, давайте четыре для, так сказать, для этого, органайзера. И вот мне вот это как бы, ну, тоже, в принципе, можно, да. Но дело в том, что когда они висят вертикально, их всех видно. В коробке их надо вытаскивать. То есть вот это вот большой плюс. Вот, мы вдеваем, они у нас висят. И получается тоже организованное пространство. И сверху можно повесить пиджак. Вот так вот. Ну, это действительно лайфхаки, да? Вот оно, то самое слово. По-другому это никак не назовешь. Вот так вот, простые советы. То есть вот эти вот штучки, ну, я не говорю, конечно, не выбрасывайте все, но, в принципе, вот, значит, петелька, которая остается от банок. Вот реально у меня дочка вчера пила чай Липтон, и я у нее это подрезала. То есть вот таким образом в шкафу висит все организованное и просто. Коробки, конечно, очень много, все равно места занимают, плоскость. Места занимает. А вот это вот висящее, оно гораздо проще. И бывает даже, опять же, если мы делаем капсульный гардероб, мы можем платки, которые входят в тон, мы можем создавать ансамбль. И вот этот вот органайзер будет конкретно для каждого ансамбля. То есть покупая плечики для единственных вещей, у меня мама говорит, ну, ты почему такие плечики тоненькие? Я говорю, мама, я хочу, чтобы у меня одна вещь была на одних плечиках. И вот у меня вот, допустим, пиджачок, там блузка, юбочка. И шарфики, допустим, 3-4 варианта к ним, пожалуйста. Вот и все. Все гениально просто, действительно. Самое главное смотреть лайфхаки от Марии Куницкой, и у вас в гардеробе будет все расложено так, как надо. Ну, а сейчас внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дорогие друзья, прямо сейчас вы видели промо-ролик таких соревнований, как кип-атлетика. Что же это такое, мы узнаем прямо сейчас. И неспроста. Ведь 16 августа впервые на территории нашей республики, да и на Дальнем Востоке, в целом будут проходить подобные соревнования. И сегодня мы пригласили организатора этого мероприятия. Это Нергуяна Попова. Нергуяну Попову многие знают в нашей республике. Она является председателем автономной некоммерческой организации людей с инвалидностью «Движение без барьеров». Нергуяна, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Нергуяна, мы тебя видим не первый раз в городе, женщины. Я очень рада. Но сегодня ты выступаешь уже не в качестве именно председателя своей организации, да, сегодня ты выступаешь в качестве организатора спортивного мероприятия. Вот что же это такое соревнование по кип-атлетике? Кип-атлетика – это соревнование людей, использующих функциональные протезы на прохождение трасс, имитирующих бытовые действия. То есть спортсмены, использующие протезы рук, ног, могут также участвовать в спортивных соревнованиях. Эти спортивные соревнования, вот как вы видите, да, например, прикрутить лампочку, да, протезом, да. Ой, здорово. Прохождение вот таких трасс, перешагивания, вот. То есть... То есть бытовая – это то, что мы встречаем у себя в быту, повторение обычных действий, но вот на таких трассах, которые выстроились специально, да? Да. Вот, кстати, как раз мы видим. Специальные трассы – это российская трасса, российского чемпионата, но оно подходит под международную трассу. Вот. Пинать мяч, да, вот то, что обыденно любому человеку, да, например, для человека с протезом – это трудно. То есть надо привыкнуть к своему протезу, да, изучить его. И, конечно, для человека, использующего протезы – это достижение. Достижение. И, соответственно, раз уж это достижение, нужно соревноваться, правильно? Конечно. Нужно посмотреть, кто что умеет, действительно, да. Вот. И тогда возникает вопрос, а кто имеет право принимать участие в подобных соревнованиях? Вот кто те самые спортсмены? В этих соревнованиях может участвовать любой человек, использующий функциональный протез. У нас критерии от 14 до 70 лет. Ой. Вот. Соревнования, как сказали, у нас будут 17 августа. Прием заявок мы начнем с конца мая. Сейчас у нас идет вот организация, где будет проходить, как будет проходить. Будет проходить по трем дисциплинам. Это протезы руки, протезы бедра и протезы голени. Вот. И недавно я вот искала в интернете информацию вообще, вообще вот международные конкурсы, да. В международном формате он проходит как кип... Не как кип-атлетика, а... Ой, забыла. Вот международные конкурсы проходят. Первый конкурс прошел в Швейцарии, в городе Цюрих, в 2016 году. А, совсем недавно, да? Совсем недавно. Это такая новая дисциплина, которая только-только развивается. И, например, за рубежом это очень престижно быть киборгом. То есть иметь функциональный протез. То есть это очень актуально, популярно и становится модно. То есть люди, которые используют протезы, они чувствуют себя какими-то... Сверхлюдьми. Сверхлюдьми, да. Да, и ты у нас, кстати, тоже сверхчеловек. Вы слышали сейчас на центральной телевидении тоже историю мальчика Азиса, который в Сирии лишился ноги. Вот сейчас как раз ему тоже прям целая эпопея там. Тоже ему хотят поставить процесс. Он играет в футбол уже. Он уже без ноги играл в футбол. И на фото попал случайно известного фоторепортера. И вот ему решили сделать тоже такой протез у нас в Москве. Юрган, а у меня сразу возникает вопрос. Ну, мы все знаем, что ты у нас, как ты говоришь, вот этот суперчеловек. И у тебя есть протез, да? Ты сама будешь принимать участие в этих соревнованиях? Или организаторам нельзя? Организаторам, к сожалению, нельзя. Нельзя. Вау! Почему? Мне кажется, было бы классно. Ну, представь себе, вот ты на вечеринке, допустим, да? И берешь бокал, допустим, с шампанским, с такой рукой, на которой кольца надеты. Это же супер! А ты все видишь со социалистической стороны? Нет, ты права. Сейчас даже существует такое течение в мире, что это вообще наше будущее, реально нашего будущего. Причем будут сами люди. Мы сами до сих пор не знаем, сколько у нас людей, которым нужны протезы. Особенно у нас в России. И если это будет так, мы будем, во-первых, встречать их на улице, и нам будет казаться, о, как много их. На самом деле травмы люди получают постоянно. У нас многие внутренние органы заменят. Те же самые шунты сердца. Это тоже как бы маленькое какое-то инородное тело. Мы скоро вообще будем прямо реально, как роботы все. Это недалекое будущее, лет 20. И здесь возникает вопрос. Конечно, любое спортивное мероприятие, оно как бы все равно планируется. И то есть вы примерно знаете, какое количество участников принимают в том или ином состязании, потому что они проводятся ежегодно. Но эти соревнования будут впервые. И мы ведь до сих пор не знаем, сколько спортсменов придут на данное мероприятие. Да, мы еще не знаем. Зарегистрировала сколько? Нет, еще нет. А, не точно. Регистрация в конце. Прием заявок с конца мая начнем. Но примерно мы планируем по 10 человек по каждой дисциплине. То есть итого 30 человек. И есть такое мнение, что вот гипотлетика, оно приравнивается к социальной реабилитации. Хотя в мире идет тренд, что это будет приравниваться к паралимпиаде. Например, если в паралимпиаде участвуют люди, использующие, ну, своими силами, своими физическими силами, да, в кипотлетике соревнуются именно технологии, высокие технологии. Да, да, вот я хотела сказать технологические, конечно, но в общем. Да, вот в этом и разница. Поэтому, наверное, первое слово, вернее, слог в слове кип. Кип, да. Кип, да. Кипералитическая отлетика. Я к нему только-только пока привыкаю. В 2017 году я познакомилась с молодым ученым Айсханом Алексеевым. Он предложил мне идею стать добровольцем проекта вот создания ТД, протез руки, да. Вообще аналог, такие аналоги в мире есть, но аналогом является японский проект Хакбери. То есть... Безумных денег. Ага, ну, он, схема, вот, как делается, есть в интернете, в свободном доступе, но только на иностранном языке. То есть для русскоязычного населения оно недоступно. Вот. И у Айсхана была идея создать такой же проект, но русскоязычный и адаптированный под технологии России, да. Да. Вот. Он мне показывал проект, там все было очень круто, я сразу согласилась, потому что прям горело желанием вот именно протезирования. Вот этой темой загорелась. Ага. Вот. И он мне показал, там обсудили, потом через полгода он меня позвал, сказал, что вот кисть почти практически готова. Он снял меня за вот мои мерки и верхняя часть моего старого косметического протеза, которым я не пользовалась. И вот мы все соединили, и он сейчас на кнопочном варианте, но в будущем мы уже планируем сделать его на мышечном. То есть мы делаем, пробуем, экспериментируем, добавляем что-то. Дорабатываете, да? Ага. Мы сейчас это на деле посмотрим чуть позже, потому что сейчас мы видим фотографии тех самых молодых якутских ученых. Обратите внимание, дорогие телезрители, что именно наши разработчики, наши ребята создали вот такой протез для Ниргуяны. Это был действительно такой прорыв, да, в развитии именно технологий наших ребят. И, конечно, самое главное, что это сделали совершенно бесплатно. Это было круто, что она подвижная, у нее есть движительные... Конечно, тогда все средства массовой информации просто гремели об этой новости, но сейчас вот прошло уже достаточно много времени. Ты говоришь, что его еще дорабатываете, но мы его можем сегодня в прямом эфире увидеть воочию. Сегодня он с тобой вместе. Вот покажи все-таки, что он умеет делать? Вот это твоя, вот такая, как ты говоришь, рука. Давай. Давай. Моя рука. Вот у него здесь есть джойстик, а он управляет с помощью джойстика. Ага. Вот такие. То есть все двигается, каждая? Все двигается. Вот так. Он сейчас проходит испытание еще, да? Да, проходит. Тестирует тебе, да? Да. Ты тестишь его, получается, да? Да. То есть, Нирган, но теоретически сейчас, на данный момент, что ты уже можешь сделать с помощью этой руки? Я с помощью него могу поднять бутылочку, например, 0,2, да? Стакан поднять, взять какую-то негромоздкую вещь, перенести его, да? Вот такие небольшие эксперименты. Поднять ящик там небольшой, да? Ага. Я знаю, что ты водишь машину. Удобнее? Чуть-чуть удобнее. Да. Так как у меня, я с детства не пользовалась протезом, для меня это тоже новшество. Да, и вот хотела сказать, наверное, саму это тоже приходится обучаться. То есть, получается, это же как вдруг ни с того ни с сего появилось, и надо теперь проходить. Юргана, ну ты в республике единственная, да, вот с патомным протезом, да? Это единственный в республике протез, вот именно сделанный нашими якутскими учеными. Вот Аисхан сам является преподавателем IT-школы Алтан, он обучает детей и также является руководителем организации технологии комфорта. Вот, и этот некоммерческий проект направлен на то, чтобы, вот как я уже говорила, вот все эти схемы вложить, популяризовать, сделать сайт, из которого люди сами могут вот создать такой протез на 3D-принтере. То есть, теоретически это возможно? Да, конечно. То есть, это есть в интернете, просто оно на английском языке, и многие не могут, да, это воспользоваться. А на сегодняшний день вы работаете над тем, чтобы это было в доступе, и чтобы это было... Совершенно бесплатно. А это на 3D-принтер сделано? Это распечатанный протез. Это 3D-принтер, биоразлагаемый пластик, и вот я своими глазами, я когда-то распечатывается. Да, представляете, распечатывает, да, прикольно, потом соединяется. Детально вот соединяется, маленькими шурупчиками, мы заказывали из интернета, и вот наши якутские волонтеры-добровольцы нам вот эти металлические шестеренки отправили. С ума сойти, я прям смотрю, и для меня это что-то сверхъестественное. Я смотрю, вот как будто бы кинофильмы, да? А я как будто фильмы будущего. Вот, и я не могу сообразить, как можно это распечатать, как можно это соединить, а главное, это работает. Да, а я вот смотрю, думаю, как же можно будет классно его раскрасить, какие цвета можно невероятные будет делать. А вот скажи, когда ты выходишь на публику, да, люди же обращают внимание на это, да, и ты все-таки ловишь пока такие, как бы, косые взгляды или восхищенные больше? Удивленные, скорее всего, да? Например, если я хожу без протеза, я привыкла так ходить, да? Если кто-то на меня обернется, я не обращаю уже на внимание. А вот когда я вхожу с протезом, я уже стесняюсь, я смущаюсь, потому что никто не ходит с таким протезом. Да. Вот, но... А дети, наверное, в восторге. Мне кажется, если бы я была ребенком, видела такой процесс, я бы вау! Конечно, да, дети в восторге. Прям, ой, как это круто. Ты сегодня ведешь очень активную жизнь, ну, прям, ты не сидишь на месте, да? Вот скажи, в какой момент вот у тебя был такой щелчок, что, ну, нельзя закрываться себе, нужно пробовать новые технологии, нужно общаться с людьми, нужно рассказывать, нужно мотивировать других своим вот именно таким ярким желанием жить и радоваться жизни. В какой момент это произошло? Это пришло постепенно. Ну, даже думаю, что когда я пришла в общественную деятельность, да, когда уже загораются какие-то идеи, хочется что-то делать, приносить людям добро, да, вот именно активная жизнь, в которой нет ни дня, там, выходных-то, с 8 утра до 8 вечера ты крутишься, как белка в колесе, и это тебя мотивирует. То есть ты становишься более открытой, да, хочется общаться с большим количеством людей, узнать что-то новое, да, вот, и даже вот этот протез подтолкнул нас на проведение кипотеки, вот, все началось вот с этого протеза. Вот мы начали изучать интернет, там, и там наткнулось на киборгов, и там мне стало интересно, потому что у нас в республике нет такого вот движения, именно протезирования. Да, да, да. Вот все потихо сидят, и мы даже не знаем, сколько у нас в республике людей именно используют протез. Я хотела опять задать вопрос, потому что на самом деле мы же не перестаем быть людьми от того, что у нас там, ну, допустим, у меня там тоже какой-то дефект пальца есть, но люди должны понимать, что это нормально, мы людьми при этом не перестаем быть. Да, это круто. И готовясь вчера к нашему эфиру, мы разговаривали с заведующим реабилитационного центра, и он говорил о том, что на сегодняшний день федеральная программа, она позволяет делать протезы, да, без очередей, без каких-то там квот, да, и выбивания чего-то. То есть сегодня протез, он доступен, но есть такая, ну, очень много процентов людей, они просто его откладывают, и поэтому вот проводятся подобные соревнования именно для тех, кто функционально использует свой протез, правильно? То есть это не должен быть протез, который вы достали и такие, раз, и пришли, да? Вот, и должна быть мотивация для таких людей. Вот, например, изготовили им протез, а что дальше с ним делать-то, если бы тут там пару вещей сделал, да, но потом вот какие-то соревнования кипр. Да, вот это круто, типа, чтобы они мотивировались. Мотивируют, да. Вот. В этом году у нас будет как бы пробное соревнование, да, как больше культурное мероприятие, социальное мероприятие, но со следующего года мы планируем провести вот полное спортивное мероприятие, после которого наши кип-атлетцы смогут принять участие в российских соревнованиях. И далее уже международные. А, то есть в России проходит оно, да? В России проходит. А, я про российский тоже не слышала. Российский тоже проходит под флагом союза кип-атлетики Российской Федерации. Вот, недавно прошел в Калуге и следующий пройдет в Севастополе. Ну, надеюсь, мы все-таки благодаря этим соревнования соберем сильную, мощную команду и, конечно же, отправим. Где, где площадка-то будет? Вы уже решили? Мы планируем провести его в спортивной комнате Доксун, вот. И мы должны изготовить трассу. Вот мы работаем пока над этим. Отлично. Ну что, Миргуян, присаживайся сейчас к Беме, потому что сейчас в студии появится человек, который был у нас в гостях год назад. Но и он промотивировал многих наших телезрителей. К нам очень часто приходили сообщения о том, что, а как же он, как он поживает, чем он дышит, чем он живет сегодня. И поэтому мы не могли его не пригласить сегодня в нашу студию. Встречаем Ренат Жангиров. Ренат, приходи к нам. Ренат является кандидатом мастера спорта по дзюдо и пауэрлифтингу, а также он мастер спорта по самбо. Ренат, добрый день. Здравствуй. Здравствуйте. Ну, Ренат, у нас парень очень скромный. Те, кто следит за нашими, наверное, эфирами, помнят. Год назад Ренат был у нас в студии и рассказал потрясающую историю своей жизни, своего примера. Ренат, ну расскажи, год прошел, но новостей куча, я знаю, и вот обо всем потихоньку. Но, во-первых, год назад ты говорила о том, что ты мечтаешь вернуться в спорт. Большой спорт. И вот именно, да, вернуться на ковер, заниматься и так далее. На сегодняшний день какие успехи у тебя в спорте? Ну, в мечтах у меня было вернуться снова на ковер, заниматься единоборствами, борьбой. Это удалось. Вот недавно проводились соревнования в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. В Абу-Даби. Да, он был чемпионат мира среди пара атлетов. Вот съездил туда, поучаствовал, занял второе место. Второе место занял. Ничего себе. Из России был единственный из пара атлетов. Да ладно? Да. Ты был единственным представителем на подобных соревнованиях от России, да? Да. И второе место. Хорошо, тогда сразу вопрос, почему не первое? Ой, это красиво. Чего не хватило техники, неуверенности, волнения? Скорее всего, волнения. Волнения. Техники хватало, но от волнения. Отлично. То есть это вот было одно твое достижение. И еще где ты побывал, на каких спорте? Также ездили в Сочи, опять же, на Кубок России, тут уже по пауэрлифтингу. Там он завоевал третье место. Это было в Сочи? Это было в Сочи. В октябре месяце того года. А, то есть вот совсем недавно, да? Вот. Адара, скажи нам, пожалуйста, про поездку в Сочи, потому что здесь немножко другая дисциплина, да? Это пауэрлифтинг. Это пауэрлифтинг, да. Вот. А ты же в него пришел уже после того, как получил травму. Да, пауэрлифтинг занялся после травмы, так как хотел заниматься спортом. Выбирал подходящий спорт и обратил внимание на пауэрлифтинг. Ну, так как это силовой вид спорта, поэтому я его выбрал, начал им заниматься. Ну, занимался примерно года полтора. Ездил на различные соревнования, выполнил нормативы. Ну, и думаю, на этом еще пока не закончу. И еще не закончил, да? Еще не закончил. Ну, да. Всего лишь третье место. Ну, это первое. Хорошо. Выйдет мне. Третье. Для меня это вообще. Ну, и, конечно, ты являешься неоднократным призером в республиканских соревнованиях, да? Да. В республиканских соревнованиях проводились соревнования по пауэрлифтингу, по гонке на колясках. Ну, и все, в принципе. А вот мне, как обывателю, интересно, а вот как узнавать? Я, допустим, знаю, что они проходят соревнования, ну, где вот эти информации? Я бы тоже хотела сходить, посмотреть, поболеть, может, там, поорать. За Рината! Да, да вообще, ну, просто. Рината! Вот просто сходить, как с рекламой это у вас происходит? Где вы размещаете информацию? Ну, я, как спортсмен, отношусь к спортзалу самородок. Там у нас есть тренера по пауэрлифтингу, по гонкам на колясках и так далее. Тренера, ну, сами тренера нас отправляют на эти соревнования, на эти состязания. То есть вся информация находится, ну, по крайней мере, по поводу Рината в спортивном комплексе «Мандун», правильно? Самородок. А, самородок, самородок, отлично. Ну что, дорогие друзья, мы продолжим эту интересную беседу сразу после рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что сегодня у нас потрясающие гости. Заряжаемся позитивом, заряжаемся атмосферой мира и добра. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем эфир программы «Город женщин» и сегодня в нашей студии потрясающие гости. Это Нюргуяна Попова и Ринат Жангиров. То есть до ухода на рекламу Нюргуяна рассказала нам о том, как она стала счастливым обладателем вот такой чудо руки. Покажи еще раз ее. Эту руку создали наши молодые якутские ученые. И сейчас она тестируется, она совершенствуется. Но у Рината тоже есть отличная новость, потому что в этом году у Рината будут новые протезы на ноги, верно? Да. В этом году, ну, каждые два года я получаю новые протезы. С каждым разом все лучше и лучше. Эти протезы, можно так сказать, что они для обучения. Следующие протезы будут уже высокотехнологические, с внешним источником питания. То есть там будут подзаряжаться, будут зарядки. И они хороши тем, что в каждом колене стоит микропроцессор, и он считывает, он позволяет менять скорость движения, считывает поверхность. Короче, это будут очень умные протезы. Ну да, достаточно умные протезы для активной жизни. То есть эти протезы, которые тебе сделали два года назад, это для того, чтобы ты научился на них стоять, держаться, ходить и так далее. А с новыми протезами там уже будет у тебя больше возможностей, верно? Да, намного больше возможностей, там уже пропадет, так сказать, страх о том, что я могу спотнуться и упасть. Отлично. Вот здесь, наверное, у большинства телезрителей сразу возник вопрос, дорогое ли это удовольствие? Один протез будет стоить более трех миллионов. Один протез. С ума сойти. Ух да. Но необходимо отметить, что... По программе реабилитации я получаю их бесплатно. Вот так вот. Вот так вот. То есть, дорогие друзья, не отчаиваемся, потому что фонд медицинского страхования, он позволяет приобрести подобные протезы, и, конечно же, это все будет во благо, да? Ринат, ну, давайте мы вернемся все-таки... Сейчас немножко Нергуяне дадим слово. Нергуяна, ну, помимо того, что ты сейчас у нас такая прямо активная общественница, да? Расскажи, сегодня день семьи. Замечательный праздник. Вот кто для тебя вот самый главный человек в твоей семье? Да. Самый главный человек в моей семье – это мой сын. Его зовут Александр, ему три с половиной года. Так классно. Три с половиной года. Ты очень много провожаешь время со своим сыночкой, да? И вот везде, везде с ним активно ведешь прямо такие мероприятия, и он везде с тобой. Да, конечно, мы очень любим проводить время вместе, то есть мы любим ходить на мероприятия, заниматься активным отдыхом, можем выехать куда-нибудь на природу, локонки или что-то. Это лед, да? Да, на льду были они, да? На природу ездят очень много, да? А вот скажи, такой вопрос возникает. А все-таки он уже привык к тому, что вот мама у него необычная, мама у него особенная, и у мамы есть вот такая чудо-рука. Да, конечно, он в восторге, когда он говорит робот, робот, робот. Не, мама не айронмен, а айронвумен. Да, 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 айронвумен. Мама-робот, да? Мама-робот. И, конечно, он уже ко мне, ну, привык, он знает, да, вот с какой стороны подойти взять за руку, например, да? Вот. И достаточно, у меня сын очень активный, тоже везде все со всеми познакомится, везде найдет, где пойти, да. Да, очень активный. И сейчас занимаемся футболом. Я перебью. А вот когда ты, ты куда-нибудь летала уже с этим протезом? Как вот все эти металлические, или он полностью пластический? Нет, вот металлические детали есть, а еще не летала. Не летали, да? Как они вот себя ведут? Ну, вот этих вот в магазинах, где звенят эти металлические штуки? Нет, там нормально. Нормально все. Ну, ремни же не звенят там. Логика, да? Там какие-то необычные металли. Я говорю, как будто просто интересно, ну, фантастическое изобретение. Супер. Ренат, а вот скажи, все-таки возвращаясь к этому празднику международному, а кто для тебя вот сейчас самый главный, вот именно член твоей семьи? Ну, я не могу, у меня семья большая. Большая? Да, я подразделять как-то не могу. Кого люблю больше, кого меньше. У меня есть жена, которую я очень люблю. Также у меня есть сестра родная, мама, братья. Кого-то конкретно выделить я не могу. Ну, хотелось бы отметить для тех, кто, возможно, видит Рената впервые, его потрясающая супруга была с ним и до трагедии, которая произошла с Ренатом, и осталась с ним после, и сегодня они продолжают радоваться. Они уже поженились. Радоваться и жить вместе. Машенька, ты забегаешь вперед. А, да, это на следующий год. Мы ежегодно приглашаем Рената в город женщин, и я думаю, в следующем году мы либо сыграем уже свадьбу в прямом эфире, либо он придет, наконец-то, уже со своей любимой к нам в студию, и мы порадуемся за них и будем кричать «Горько», да? Хорошо. А вот помимо общественной деятельности, Нергаян, мы знаем, что ты еще потрясающе красиво рисуешь, товарищи. Я хотела спросить обо этом. Да, я рисую, это мое хобби детства. В какое-то время я перестала рисовать, ну, ребенок маленький был, да, и работа, ну, много времени занимала. И сейчас, уже с прошлого года, я опять начала рисовать. Вот это мои рисунки. Потрясающие картинки. Столько ярких жизненных красок. Да, действительно. Вот именно, помните, мы рассказывали про цветотерапию, да, ведь очень много можно сказать по цвету, и у тебя одни яркие цвета, то есть видно, что к жизни относишься, что ты очень позитивна. Откуда приходят эти идеи? Эти идеи приходят, ну, просто, ну, приходят, да, например, раньше вот именно с национальным колоритом рисовала, а сейчас более, наше пейзажи, да, вот, вдохновляясь природой, да, вот, много езжу туда-сюда, да, например, пригород, там, посмотреть закаты, например. Нергаяна, необходима уже выставка. Очень графичные работы, просто потрясающие. А у тебя нет образования, правильно? Нет, я обучалась в художественной школе, закончила, и далее, вот, академического нет. А-а-а, но базы есть, но... Чисто для себя. Вот бывает такое время, что очень хочется нарисовать именно яркими красками, там, сделать контраст черного и яркого, вот, именно, это удовлетворяет. Ринат, а как проводишь ты свою вот повседневную жизнь, да, тоже хотелось бы воодушевиться вот твоим примером. Хулбик, кроме спорта. А тут все время спортзале, тягаешь, штанги, а вот дальше-то что ты делаешь? Вышиваешь крестиком, например. Нет, ну, я также веду активный угол жизни, как и все остальные, ничем себя не ограничиваю, но сейчас я больше времени посвящаю работе. Мы открываем адаптивный центр для инвалидов. Вот, грандиозная новость. Ринат совсем скоро откроет адаптивный центр, товарищи. Это где, здесь? В Максигалохе открываем адаптивный центр. С моим товарищем, Сергеем Прохоровичем. У него такая же беда, как у меня, ну, только у него нет одной ноги. И мы решили заняться нашими людьми с ограниченными возможностями, чтобы они не сидели дома, а дать им возможность заниматься спортом, найти себя и общаться с такими же людьми, как мы. Ну, то есть ты планируешь открытие адаптивного центра этим летом, правильно? Да, этим летом планируем уже запустить. Скажи, пожалуйста, Ринат, будет ли это все-таки коммерческая организация или нет? Это автономная некоммерческая организация. Автономная некоммерческая. То есть у ребят появится возможность заниматься бесплатно? Да, они будут заниматься абсолютно бесплатно. Будем искать спонсоров, отправлять на соревнования. Мне кажется, таких людей должно быть очень много, которые готовы вам помочь, я более чем уверена. У нас очень много добрых людей, которые должны, я думаю, отозваться. Да. Правда, это так далеко. Есть желающие. В нашем Лусе, в нашем Лусе, получается, около двух тысяч инвалидов. О, да. Ничего себе. Да, которым нечем заняться. А желающих помочь, да, действительно много. Вот хочу отметить, что нам очень усердно помогает наша глава поселка Максоголох-Перемяков Александр Васильевич. Также глава УЛУСа Алексеев Гаврил Юрьевич. Они нам, ну, мы так и сплотились, и они нам во всем помогают. Отлично. Ты нашел единомышленников. Но мы, пользуясь случаем, призываем всех телезрителей, кто желает помочь. Поможет, желает. Помочь Нургуяне в организации кибер... Кип-атлетики. Кип-атлетики. Призываем вам помочь. Помочь нам. И строить грандиозное супер-мероприятие. Мы якутские славимся, в Якутии славимся тем, что делаем все круто и классно. И первыми. Ринат, а вот такой вопрос. Вот ты активно, ты ездишь на рыбалку, охотишься. Мы знаем, что ты в этом году себя даже попробовал в политике. Ринат у нас пытался баллотироваться, да? Вот откуда такая идея пришла тебе? Я даже не знаю, откуда эта идея прошла. Мне позвонили, попросили вступить в партию и участвовать в выборах в Хангаласском улусе. Ты попробовал? Я попробовал у себя. Не вышло. Но это все равно опыт, да? Да, конечно. Это активная деятельность. Не каждый человек вот так просто сам. Да, да. А ты такой, знаешь, упорный парень, да? И значит, ближайшие планы у тебя это открытие адаптивного центра? Адаптивного центра и продолжать карьеру. В спорте? Начинать карьеру в спорте именно в джиу-джитсу, в борьбе. О, ты хочешь перейти в джиу-джитсу все-таки? Да, я все конкретно уже решил, что перейду. Ну и, конечно, ты ждешь свои новые протезы. Да, новые протезы. Современные. Так, а у Ниргуяна ближайшие планы какие? Ну, ближайшие планы вот провести достойную кип-атлетику, так как это первый на Дальнем Востоке. И вот уже по этой схеме работать. И также у нас в этом году планы работать с молодыми людьми с инвалидностью. Мы планируем также открыть на базе нашей общественной организации молодежный клуб. Ну, это уже еще впереди. У нас там на фотографии такие красавцы все были. Будет очень крутой молодежный клуб. Ренат, а тогда вопрос на засыпку. Ты летом примешь участие в соревнованиях или ты пока об этом не думал? Вот в наших лицах. Я вообще об этом не знал, в принципе. Вот, я же говорю, вам надо что-то с рекламой. Я вот тоже... Ну вот мы только-только начинаем и скоро уже в конце мая запустим рекламу. Прямо рекламировать. Тогда, Ренат... Я бы точно с удовольствием пошла бы. Ренат, тогда ты получаешь новые протезы, их уже попробуешь. И вперед на соревнованиях. Да, если я получу новые протезы, то я, скорее всего, буду участвовать. Но на этих протезах я... Станешь чемпионом по кип-атлетике. Побоюсь немножко. Побоишься, да? Ну, а на тех, я думаю, ты еще и займешь призовые места. Да, первое место. Отлично. Ну что, дорогие друзья, напоминаем вам, что 17 августа в нашей республике пройдет первый открытый чемпионат по кип-атлетике. Немножечко попозже будет. Тут очень много рекламы на эту тематику, но мы уже пропагандируем эту тему. Мы призываем вас следить за этими новостями. И, конечно, если вдруг среди ваших близких есть человек, который, возможно, может стать тем самым участником этих соревнований, берите его, да, берите его, трясите. И регистрируйтесь. Регистрируйтесь, выходите на Неву Яну. Потому что, Даша, надо напомнить, чтобы люди не забывали о том, что протезирование это бесплатная вещь. Да, доступно. Во-первых, звонили своим страховым компаниям и узнавали, как это сделать. И обязательно, опять же, с новыми киперпротезами шли участвовать в этих замечательных играх. Да, 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 обязательно. Отлично. Ну и у нас осталась буквально минутка, да, буквально три слова. Вот что бы ты посоветовала людям, которые оказались в похожей ситуации, Невуя? Не отчаиваться. Ведь каждый день жизни он прекрасен. Если что-то такое плохое даже случилось, то каждый новый день, каждое солнце нас радует и улыбаться. Улыбаться. Рината, а у тебя пожелания нашим телезрителям? Ну, я хочу пожелать, чтобы ставили себе цели и достигали их. Ни в коем случае не отступали. Вот это чисто пожелание спортсмена настоящего, да? Да, да, да. Цель достижения. Конечно, мы желаем вам всего самого наилучшего. Именно благодаря таким людям, как вы, мне кажется, мир становится добрее, краше. И дай бог, чтобы ваш пример был яркой мотивацией для многих наших телезрителей. Мы не прощаемся с вами. Ринат, ждем тебя со свадьбой. Нюргуяна, ждем тебя с очень еще более крутой рукой, чтобы ты у нас тут вообще уже все... Нет, 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 наверное, какой-нибудь жесткий. Очень стильной рукой. А, это стильная рукой. Да, стильная рукой. Ну и, конечно же, всего вам самого лучшего. Здоровья вам, счастья и любви. Спасибо. Ну что, а мы сейчас прерваемся с вами совсем на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, сегодня очень позитивный эфир. И вот Ринат уже покинул нашу студию, но уходя... Такой скромный. Да, уходя... Не, ну правда, прямо драйв такой внутри. Уходя, он поделился такой информацией, что совсем скоро он собирается на соревнования в Лос-Анджелес. Нет, в Бразилию. В Бразилию. А в ЛА, то есть в Лос-Анджелес, в Мигелье, только когда, так сказать, приедетесь с Бразилией и найдет спонсоров. Отлично. И у нас Ринат ищет спонсоров для поездки на соревнования в Бразилию. Я думаю, среди наших телезрителей есть добрые люди. Поэтому, если вдруг вы желаете помочь собрать нашего Рината и отправить в Бразилию, свяжитесь с нашей редакцией. И мы, конечно же, свяжем вас с Ринатом. Это благое дело, потому что такой спортсмен, он продвигает не только репутацию нашей республики, но и еще вообще России в целом. Номера на ваших экранах. Девочки, ну а сейчас слово Беми Бем. Да, сейчас у нас будет небольшой такой сюжет, и сейчас мы узнаем, кто же стал героиней сюжета про стиль. Современные девушки не устают восхищаться образом и стилем модницы Виктории Бэкхэм. Певица в прошлом неоднократно меняла свой имидж, а точнее не боялась модных экспериментов. Сейчас, похоже, нашла себя и стала настоящим дизайнером со своей линией одежды. На нее стремятся быть похожими огромное количество женщин со всего мира. И поэтому Викторию смело можно назвать иконой стиля. Так в чем же заключается секрет? Давайте попробуем разобраться. Ее отличают очень продуманные и стильные образы с долей провокации. Это классические платья-футляры или черные брючные костюмы с яркими аксессуарами. Миссис Бэкхэм точно знает, что ей нравится и подходит. Не секрет, что сейчас в моде оверсайз, унисекс, спортивная одежда и прочие, несомненно, удобные вещи. Но Виктория не изменяет себе и отдает предпочтение исключительно женственным нарядам. Иными словами, в кроссовках Виктория может появиться только в спортзале. Еще Виктория не боится экспериментировать с различными цветами. В ее образах гармонично сочетаются сложные и глубокие оттенки. В мире моды существует классическое правило, а именно не сочетать более трех цветов в одном наряде. Но дизайнер ему совершенно не следует и при этом выглядит просто потрясающе. Ее наряды не бывают старомодными и перегруженными. Она одевается в ногу со временем и сама создает модные тенденции. Если понаблюдать по выходам в свет, то можно определить любимые вещи Виктории. Например, это бесспорно крупные солнцезащитные очки, обувь на высоком каблуке и, конечно же, эффектная сумка. В случае Бэкхэм аксессуары подобного рода не просто дополняют образ, а формируют его. Уже давно в прошлом те времена, когда Виктория подчеркивала идеальную фигуру за счет мини-юбок. Теперь она делает это более аккуратно и сдержанно. С помощью платьев-футляров длиной по колено или чуть ниже, а также с помощью узких брюк. Это подчеркивает стройные ноги ничуть не меньше, чем мини, но выглядит куда более элегантно. Еще один секрет безупречного стиля, по признанию самой Виктории, заключается в планировании. Она продумывает, что наденет завтра наперед. В ее выходах в свет нет места случайностям. Миссис Бэкхэм виртуозно удается сочетать несочетаемое и выглядеть на все сто. На ее примере многому можно научиться. Следуйте моде, но не забывайте при этом о личных предпочтениях. Передуваетесь, девочки? Да. И тут операторы очень много консультаций вам дают, чтобы не там стегнули, не на ту сторону надели. Да, на самом деле, смотрите, у нас как бы тема была, как собраться на вечеринку после офиса. Ну, представим, что у нас есть обычная рубашка белая, в которой мы ходим в офис. Допустим, вот заправим. Заправим. Так, допустим, заправим. У нас там с басочкой футболочка, поэтому. Теперь мы собираемся, допустим, девочками выйти после офиса, встретиться, попить кофе. Или, допустим, сходить в кино. То есть более вечерний лук. Как его можно сделать? У нас есть такая замечательная вещь, как рукава. Мы их расстегиваем. Таким образом. И чуть-чуть подкатываем наверх. Такие фокусы можно делать с любой, причем, рубашкой. Смотрите, здесь вот нам повезло, что это необычная рубашка. Здесь можно зацепить ее по-другому. То есть неправильно зацепить, как так сказать, да? Окей. Здесь не видно у нас футболочка, поэтому можно чуть-чуть опустить, оголить плечо, допустим. О, а я еще знаю, что можно сделать. Знаете, что можно сделать? Можно взять так булавку. Ну и-ка. Пусти. Что вы со мной делаете, а? Вот эти булавки я очень сильно боюсь. Не бойся. И вот так вот заколоть с одной стороны. Можно, да, кстати, чуть заколоть. Можно какую-то часть заправить, да? То есть придать более набрежно. Посмотри, какая у тебя булавка. Нафигайся, с серебряными шариками. Вон, смотри. То есть аксессуары активно использовать, да? Сейчас мы тебя заправим. Заправим все здесь вместе с футболкой, с баской. Давай ее подстрижем еще. Нет, не надо ее подстригать. То есть таким образом обычная белая рубашка у вас становится более расслабленной. И, соответственно, если мы добавим яркие аксессуары... Шарик, давай. Аксессуары? Шарик, бусы, да? Бусы. Можно бусы? Давай свои шарики. Нет, бусы у меня нет. Вот, выбирайте. Давай возьмем такой, наверное, более активный. Зеленый можно? Нет, это... Вот есть бледно-розовый. Нет, у меня зеленого нет. А это что? Ну, это хаки же. Ну, мы же идем на вечеринку. Ну, в общем, надо добавить аксессуар, да? Да, можно добавить аксессуар. То есть с офиса можно идти так... В кальянную. В нашу так в булочную не ходят. В булочку? В детский сад за ребенком после работы. В детский сад с оголеным плечом нельзя ходить девочкой. Нет, мы идем в бар. А, мы уже вернулись из детского сада? Да, в бар. Да, мы идем. Девочка ставили у бабушки и идем в бар. Идет кофе пить. Слишком раскованная какая-то. Да. Ну, причем вы нормальная... Микрофон, осторожно. Следующий вариант, как можно еще... То есть, смотрите, такие рубашки подойдут, так можно сделать с любой рубашкой. Вот эти рубашки просто... Ой, какие с трусиками, мамочки, какая прелесть. Это боди. Я знаю, я шучу. А можно прямо на брюки сверху вот так вот. И вперед. Нет, нет, нет. Ой, я еще заведу на брюки. Подожди, нет, то есть вначале под юбкой в офисе ты приличная, да? Да. А потом снимаешь юбку. И в бар. Да, и в бар. Нет, на самом деле с этой юбкой тоже можно много чего сделать. То есть, в принципе, с этим боди. Ну, это вообще вещи вообще на самом деле. Это вещь на самом деле. То есть, вы никогда не попадете в нелепую ситуацию, когда ваша юбочка скатилась, а рубашка скатилась вверх. И видно там спина и... А еще хорошо гвоздь забивать высоко очень, рубашка не вылазит. Да. То есть, гвоздь, гвоздь забивать тоже хорошо. А что касается платьев... Вау, классная такая. Если у вас не строгий дресс-код, я очень рекомендую горох. Причем горох может быть крупный, как на мне, или же такой вот красный активный. Это не которую сейчас Наталья Орел рекомендует? Нет, это фирма Каллиста, очень хорошая фирма, фабрика. Это российские дизайнеры, они очень крутые вещи делают. И причем качество хлопок, штапель, то есть, в нем практически будете чувствовать себя невесомо. Что-то еще юбка какая-то. У него нижняя юбка есть. Вау. И можно использовать платок, ой, пояс. Да, можно использовать как платок, например, можно использовать. Ну и всякие разные функционалы. Плюс здесь, меняя только аксессуары, вы получите уже более такой парадно-выходной вариант. Ни в коем случае не покупайте. Я очень против того, чтобы покупали сильно нарядные вещи на какие-нибудь события. То есть, на выпускной можно также купить платье, которое будет функционально работать и после жизни, после праздников, можно так сказать. Вот тоже хлопок. Да, это тоже, да, российские дизайнеры. Нет, смотри, вот это платье, это что? Куда одевать? Это платье-рубашка. О, в голос сказали. Я растерялась. Я не смогла. Вы-ка, снимите рубашку, давайте покажу. То есть, здесь 10 вариантов, наверное, носки этой платья-рубашки. С джинсами можно? С джинсами раз. Можно чисто ее носить, как платье? Как платье, раз, смотрите. Платье-рубашка. У нас осталось 2 минуты, девочки. У нас осталось 2 минуты быстро. Смотри, платье-рубашка с кроссовками, платье с ремнем. Точнее, ну вот смотри, у нее сейчас как пальто, оно даже, вон. Да, то есть, как накид. Вот сейчас ты подпоедствоваешься, смотри, вот, пожалуйста, как жилет или накид. А куда идти-то в такой? В бар, все туда же, мы пока только туда собираемся. Нет, мы не в бар, мы идем на работу. Можешь в детский сад, у меня 2 места, куда можно идти. Смотрите, так мы идем, допустим, на работу, полностью платьем, без юбочки. Иди сюда. На работу пошла. Подожди, у нас есть 2 минутки, мы должны успеть еще сходить в бар. Хорошо, а в бар? А в бар мы идем таким образом. Бар сегодня лейтмотив. Надеваем. Что надеваем? Снимаем. Сначала снимаем, потом наденем. Наденем. А, да, и сейчас же модно. То есть, очень крутой тренд сейчас делать из платьев и рубашек юбочки. То есть, я так должна идти в бар? Подожди, ты смотришь на каблуках. Посмотри, что до бутылка влезет. Да. Подожди, стой. Да так, назад отправьте вы меня уже куда-нибудь. То есть, сзади мы его просто привязываем, подвязываем. Я не могу быть настолько стильной, Бема. Ты попробуй, тебе понравится. Ее надо, наоборот, так одевать после бара. После бара еще можно. После бара она так оденется. Подожди, она еще и ремень мне куда-то... О, боже мой, вот эти стилисты, модельеры и так далее, это люди вообще сумасшедшие. Ну, вот как можно додуматься до всего этого? Главное, как отважиться на все это. Ну, это все будет хорошо. Главное, каблуки. Не забывайте, не забывайте носить украшения и аксессуары. Все будет классно. И есть жизнь после офиса и также после нарядных вещей. Ну, а мы увидимся ровно через неделю. Всем пока!